Приветствую всех любителей вышивки! И сегодня я хочу поговорить с вами о моей самой крупной вышивке, о многими любимой вышивке. Это 12 красавиц от Доме, которую мы все тут с легкой руки Алину прозвали японки. Но на самом деле, которые китаянки. И почему я все-таки сделала такой вывод, что это китаянки, то есть я смотрела, что это за наряды у них такие, потому что кимоно они не напоминали нисколько. И я вот тут немножко фотографий сохранила, чтобы показать вам и сейчас сравнить. Если мы откроем вот эту фотографию, то понятно, что здесь у нас перед нами девушки-японки-красавицы, и они на данный момент кимоно. Вот. Наши красавицы выглядят немножко по-другому. Ну вот, здесь есть еще кимоно, как это выглядит. Наши красавицы выглядят немножко по-другому. Их наряд больше похож вот на эти наряды, на этот наряд, на этот наряд. И это, ну, я бы сказала, такая более современная, наверное, уже все-таки версия старинного традиционного наряда династии Ханьфу, которая правила встает до династии Цепао. Нам более-менее широко известен вот этот женский наряд, ну, это тоже современная такая версия, наряд, который называется Цепао, да, то есть императрица этой династии, которая в власти пришла, конечно, после уже Ханьфу. Китай, я, конечно, не историк такой крупный, но приблизительно вам попытаюсь картинку нарисовать. И, значит, именно императриц, императрица вот этой вот династии уже, Цепао приехали в Лондон, и уже европейские народы, они вот больше знают, и мы, в принципе, с вами, нам более привычный вот этот наряд. Наши же красавицы принадлежат вот к этой, это тоже вот наряд Ханьфу сейчас перед вами, к этой более ранней династии. И, насколько я знаю, это картина художника, вот, к сожалению, я не могу вам назвать им этого художника, но зато я могу порекомендовать вам посмотреть одно из последних видео Наташи Ланы Лян, который читает книгу «Свет в красном доме» в красном тереме. Сейчас мы найдем эту книгу. Я... Да, Суицин Сауа, автор «Сон в красном тереме». Это грандиозная такая роман, наверное, эпопея, трехтонный. Наташа ее начала читать, рассказала очень интересную историю об этих 12 красавицах. Я ссылочку на Наташин канал на это видео оставлю. Я думаю, вам будет интересно послушать историю этих 12 девушек. И почему же одна из них в императорском наряде. Я много предполагала, в том, что это девушки с гарема, ну, судя по видео Наташеньки, которая более глубоко изучала историю этих девушек, то это... Они принадлежат совсем другому дому. Вот. Но это что касается краткой истории наших любимых 12 красавиц, наших девушек. Я же хочу вам рассказать у меня здесь новости. Я еще раз повторю, что вышиваю я по программе Pattermaker. У меня есть файл. Вот 12 красавиц Аидам. Я могу, в принципе, желающим его отправить, не вопрос. Более того, я нашла еще один файл. И если я правильно все-таки предполагаю, то... Сейчас он немножко загрузится. То поэтому файлы вышивает вот сейчас Олеся Сашин пупсик. Здесь символы совершенно другие. И здесь 101 свет. Ну, то есть, это совершенно другой прогон Pattermaking. Этот файл я тоже желающим могу отправить. Он у меня есть. А что касается непосредственно самих... Вот у них, вот этот второй файл. Что касается непосредственно самой программы, я хочу порекомендовать вам канал Светланы Волковой. Я подписана на этот канал. И она очень хорошо и подробно у нее масса видео. У нее даже сайт вы можете сюда обратиться тоже. У нее масса видео как работать в программе Pattermaking. Тут начинают установки и заканчиваются возможными функциями, которыми они выполняют. Так что, пожалуйста, тоже зайдите на этот канал и посмотрите видео Светланы Волковой. Я вам рекомендую. Она рассказывает, как распечатывать схемы. Ну, вот даже самые такие вот вещи, которые кажутся бы нам сложными, но у нас вклады того, что как распечатать, как посмотреть ключ, сколько они так нужны и много-много-много чего-другого. Но все-таки для тех, кто меня часто очень спрашивают, особенно бывает много вопросов. Оксана, пришлите мне, пожалуйста, я скачала файл PDF, пришлите мне, пожалуйста, файл PDF, ключ к этому файлу, он без ключа. Я вам в первом видео, отвечая на вопросы, говорила, что я находила такой файл, но я его удалила, потому что действительно без ключа, это скан оригинального набора корейской фирмы Доме, но я его удалила, потому что он не пригодился, так как в нем нет ключа, и у меня нет ключа от этого файла. Все, что у меня есть, это вот два файла программы Pattern Maker. Но зато, кто все-таки не умеет работать с этой программой, и ему довольно сложно освоить, я отсылаю вас, пожалуйста, в Одноклассники, на страничку Татьяны Тарасевич, вот у нее есть фотография, где она начала процесс, то есть сейчас все загрузится, конечно, вот я вам покажу, где она в альбоме к пошилке у нее, где она начала процесс этой сложной работы, распечатала себе схему, все, и что я хочу сказать, вот судя по переписке в обсуждении данной фотографии, у нее есть файл и Pattern Maker, и PDF, вот, и когда я это обнаружила, я у нее спросила, разрешение дать ссылку на ее страничку, разрешение такое получила, пожалуйста, обращайтесь, вот, пожалуйста, я ее спросила, и она мне ответила, что да, конечно, можно обратиться, так что она, пожалуйста, может выслать вам файл в формате PDF данной схемы, чтобы вы себе ее просто распечатали и уже работали с данной схемой с PDF, и если я вот тут не обманусь, по-моему, она даже ниточки нарезает, но это вы уже обратитесь на страницу к Татьяне и уточните у нее, что и как, не ниточки, это канва, да, теперь и ниточки и канву, да, можно, в общем, обратитесь мне на страницу, пообщайтесь и узнаете, как и что здесь можно у нее, ну, вот, рекомендую обращаться, кроме того, я уже выкладывала у себя на стене ВКонтакте фотографии, делилась этим со всеми любителями 12, вышивки 12 красавиц, потому что Катрусин рукоделки продают оригинальный набор от фирмы доме, который, по-моему, на 14 конвей, если я не ошибаюсь, и еще и комплектуются бисером, вот, есть такое у них наличие, это для желающих приобрести оригинальный набор, также они комплектуют уже распечатанными схемами наборы, то есть, они органайзеры сами тоже делают, видите, фотография, схема распечатана, то есть, когда совсем вам уже не хочется заморачиваться ни с программами, ни со схемами, ни с чем, просто хотите получить набор, но не купили оригинальный или почему-то не захотели его брать, вот, кто-то может хочет вышивать не нитками от доме, а нитками от СХС, или нитками наоборот, только ДМС, пожалуйста, есть, готовы, формируются распечатанные схемы с органайзерами, сделанными уже, ниточками, все, именно для этого набора, в принципе, на страничку Катрусиных рукоделок я ссылку тоже вам оставлю, далее, далее у меня еще есть одна новость, которая порадует тех, кто вышивает сайпада, и вот у меня под видео, последним, наверное, да, вот оно, сейчас посмотрим, вот это видео было анонс на моем канале, Алина Коксал, по-моему, вот у нее ник называется, если правильно я озвучила его, и она оставила комментарий с информацией о том, что сейчас тестируется в инстаграме, в профиле, я вам сейчас тоже ссылочку эту оставлю и покажу, что тестируется приложение для вышивания, открывающее формат xsd, это то есть и есть паттермейкер на айпадах apple, вот сами видите, да, то есть, но она говорит, что у нее планшет, кстати, вот ее страничка в инстаграм, пожалуйста, и вот она вышивает, она тоже собирает этих красавиц, подготовилась во всяком случае, закончила подготовку, собирается вышивать этих 12 красавиц, но уже с айпадом, планшетом, так что, я рекомендую тоже заглянуть на эти странички, посмотреть, может кто для себя информацию замечательную и новую почерпнет. Ну, вот на этом, пожалуй, у меня и все, я ответила на все обычно часто задающие вопросы, потому что у меня были вопросы о том, как с планшетой это все вышивать, и с программами вопросы были, и с файлами, и про pdf, я надеюсь, что уже такая, эта вышивка стала настолько просто популярна, что уже, если бы год назад был такой выбор, огромный, конечно, как тогда такого не было, я помню, я нашла какой-то китайский набор, аналог этого набора корейского Адамы, заказала его, мне не пришел, и вот мучила свою дочь, чтобы она освоила эту программу, научила меня, да, вот я так дружу с компьютером, вот такой я опытный пользователь ПК, и потом уже, когда, и мы потом уже заказывали, уже освоив эту программу в Паттернекере, мы заказывали ниточки из ХС, вот на Алиэкспресс, если бы был бы, конечно, такой выбор, я бы даже не знаю, что бы я сейчас вышивала барьги, я бы, скорее всего, конечно, купила оригинальный набор, только не знаю, куда бы я вешала картину по 3 метра, потому что в 400-ом кауте она 3 метра шириной, так что, все, что не делаю, это сделается к лучшему, а вам я во всем желаю выбрать для себя самый предпочтительный вариант, начать вышивать и получать от этого море удовольствия, столько, сколько получают от удовольствия, я даже больше, потому что, ну, дизайн действительно роскошный, и, ну, просто море удовольствия доставляет, если у вас будут дальнейшим вопросы, вы можете ко мне обращаться, как в личку написать на канале, это вот, например, вот здесь есть вкладка сообщения, да, то есть, насколько сейчас, а ну, я ее не вижу, потому что это мой канал, я открыла, но, тем не менее, вот здесь есть, когда заходит в вкладку о канале, здесь есть написать сообщение, кнопочка, пожалуйста, пишите, кроме того, можете вконтакте ко мне обратиться, в одноклассниках, и даже в инстаграм, я сейчас стараюсь регулярно выходить в инстаграм, более того, я хочу вам показать здесь у себя, что в моей информации, когда вы откроете показать подробную информацию, вы увидите здесь адрес скайпа, вот, ну, и все, все, что хотела я вам сказать, я открыта к общению, спрашивайте, задавайте вопросы, чем могу, помогу, желаю вам успешных проектов, очень, желаю вам успешных проектов, легких крестиков, и море-море удовольствия от нашего хобби, хобби, всех люблю, пока-пока, ваша Оксана Береза. Продолжение следует... Продолжение следует...